Село Баскатовка подсчитывает долги. Несколько лет назад десятки сельчан взяли кредиты на развитие родного фермерского хозяйства. Сейчас предприятие признано банкротом, а у местных жителей долги в сотни тысяч рублей. О кредитной истории Алексей Лощинин. Вот у меня арестовали мягкую мебель, стенку и люстру. Кредитная история Ирины Ковалевой началась несколько лет назад. Ее экс-руководитель Владимир Гриценко тогда всем рекомендовал поднимать ферму с колен. Женщина взяла потребительский кредит в банке на развитие хозяйства. Поставила подпись, совершенно не задумываясь. Никуда мы не ездили, документы не оформляли. Нам привезли анкеты в кабинет бухгалтерии. Многие расписались просто на чистых анкетах. Бухгалтерия вносила данные. Большие деньги в село Баскатовка потекли ручьем. Кредитные дела завели на десятки людей. Механизаторы доярки все оказались в долговой кабале. Татьяна и Андрей миллионеры без гроша в кармане. Официально нам надо вернуть не 180 тысяч, а ему 190. А спиней со всеми процентами у меня миллион 860, у Андрея миллион 890. Бывшая сотрудница предприятия Елена убеждена, ее подпись в документах тогда подделали. Палец я сломала, у меня вот есть гипс был. Как раз 13 числа марта я сломала. А кредит брали 22 марта. Доказали, что это не моя подпись. Значит, существует факт все-таки мошенничества. Как только стены коровников развалились, а само открытое акционерное общество обанкротилось, у людей начались проблемы. Сейчас они убеждены, их просто обманули. Почему только мы страдаем? Глава администрации выдает справки липовые. Гриценко, значит, подделывает сговор там у него, документы, подписи подделывают. А несем ответственность только мы. Владимир Гриценко, по словам местных жителей, сейчас работает в другом хозяйстве. От встречи со съемочной группой телеканала «Россия» он отказался. Но в телефонном интервью философский пояснил, почему его бывшие работники в долгах, как в шелках. Местная прокуратура проводит проверку. Было возбуждено уголовное дело, но расследование явно затягивается. По делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Поступали неоднократные жалобы потерпевших, бывших работников ООО «Сокол» на Волокиту по делу. Действительно, по делу допущено Волокита. Сельчане одновременно обогатились и тут же обеднели. И кредитная жизнь баскатовцев по-прежнему не радует. Проценты продолжают расти, а денег, взятых в банках, никто никогда так и не видел. Алексей Лощинин, Алексей Новиков, Илья Леденев. Вести, село Баскатовка, Саратовская область.